Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Наталья Полякова. Сегодня в выпуске. Губернатор и секретарь Брянского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Богомас принял участие в заседании Президиума Генерального Совета Партии. Какие вопросы обсуждались, расскажу я, Александр Новиков. В Брянске стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года. Лучшие педагоги» демонстрируют открытые уроки. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова. Сразу две выставки, связывающие Крым с Брянском, открылись во дворце единоборств имени Артема Осипенко. Увидела обе. И о них сейчас расскажу я, Сметлана Дробкова. Семиметровый жираф-багир, белые, золотые тигры и львы. А еще море зрительских эмоций. В Брянск приехал жираф-шоу. А все детали смотрите в материале Армена Марукяна. Брянские «Динамовцы» потерпели уже второе подряд поражение в рамках чемпионата группы «Серебро» второй лиги. В очередном туре подопечные Александра Фомичева на выезде уступили Дзержинскому химику. Масленичная неделя подошла к концу. Вместе с ней завершилась зима. Как встречают весну постояльцы Брянского зоопарка, расскажу я, Александра Савельева. Итоги президентских выборов и подготовка к единому дню голосования в сентябре. Эти темы стали ключевыми на заседании Президиума Генерального совета партии «Единая Россия». В его работе принял участие губернатор, член Высшего совета партии, секретарь Брянского регионального отделения Александр Богомаз. Заседание Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» началось с поздравления. Партийцы аплодисментами приветствовали победу на президентских выборах Владимира Путина. Я хотел бы всех нас поздравить с этим результатом, с этой победой. Действительно, она определит совершенно точно судьбу нашей страны на многие-многие годы вперед. Брянщина вместе со всей страной выразила свою поддержку действующему президенту. По явке мы первые в ЦФО, а за Владимира Путина у нас свои голоса отдали без малого 90% избирателей. С завершением президентской кампании сразу же стартуют и другие. В сентябре у нас пройдут выборы в региональный парламент и Брянский горсовет. И партия «Единая Россия» уже к ним готовится. Подготовку к выборам мы с вами традиционно начинаем с предварительного голосования. Еще раз хочу напомнить, что уже на протяжении 15 лет «Единая Россия» является единственной политической партией в стране, которая таким открытым, публичным способом отбирает своих кандидатов. Предварительное голосование начнется 21 марта. Итоги подведут 26 мая. «Единая Россия», выполняя поручения президента, делает особую ставку на участников СВО. Их жизненный опыт, активная гражданская позиция должны работать на благо всего российского народа. Президент совершенно справедливо сказал о наших ребятах, как о новой элите, о людях, которые должны занимать ведущие позиции во власти, в бизнесе, в государственных компаниях. На заседании президиума Генсовета утвердили уполномоченных на выборах 2024. На Брянщине это будет Андрей Шохин. Кроме того, партийцы объявили о запуске с 25 марта кадрового проекта «Политстарт» и конкурса школьных музеев «Солдаты Великого Отечества». Александр Новиков, Виктор Левченков, Александр Власов, Брянск. 19 марта стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года 2024». За право представлять Брянщину на федеральном этапе борются 29 педагогов со всех уголков области. Стартует региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года России 2024». Лучшие из лучших учителя начальных классов русского и иностранных языков, математики, технологии, общественных дисциплин. У каждого за плечами победа в конкурсе профессионального мастерства на самом первом муниципальном уровне и уже пройденный заочный этап регионального конкурса, в котором жюри оценивало методическую деятельность. Каждый фанат своего предмета, знающий, как увлечь, заинтересовать, привить желание учиться и получать новое знание. «Доброта, приветливость, нужно любить детей и свою профессию». «Искренность и открытость, любовь к детям, и они это чувствуют, и просто тоже открываются мне навстречу, и это мне очень помогает». «Любого школьника можно научить петь». «Любого ребенка можно научить петь». «А если медведь наука наступила?» «Значит, петь тихонько». «Современные программы, при помощи которых можно обучать те QR-коды и в целом личный подход». К слову, именно инновационные технологии вкупе с педагогическим мастерством и харизмой в прошлом году принесли победу новозыпковскому учителю информатики Антону Тюрину. «Я был единственным конкурсантом, кто преподавал информатику. Я привез с собой робота в прошлом году, провел урок в формате бизнес-собеседования, где детей набирал на работу программистами. И вот урок у меня прошел таким ярким в прошлом году». «Сегодня Антон Тюрин в жюри, а в прошлом году, как победитель регионального этапа, именно он представлял наш регион на всероссийском конкурсе. Стал 16-м. А вот Юрию Клюеву в 2018-м удалось войти в число призеров. Были среди брянских педагогов и победители». «В 93-м году абсолютным победителем стал Олег Геннадьевич Парамонов, наш замечательный учитель литературы, прекрасный, блестящий поэт, который также вам всем передает сегодня привет. Далее несколько очень значительных выступлений. Это и Оксана Филинкова, учитель физкультуры нашего лицея. Это и Татьяна Сидорова, учитель истории общества знания Брянской 4-й гимназии. Это Сергей Сехин, который сейчас возглавляет один из топовых лицеев города Москвы». В общем, нынешним конкурсантам есть на кого равняться. Ну а профессионализма и творческого задора им не занимать. «Вы уже лучшие учителя Брянской области. Вы большая семья пеликанов. И я вас активно призываю получить максимум положительных эмоций на этом конкурсе. Да пребудет с вами удача и хорошее настроение». Впереди открытые уроки, мастер-классы, разговоры о важном. Итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года-2024» объявят позже. Как, собственно, и имя педагога, которому выпадет честь представлять Брянщину на всероссийском уровне. Ольга Макушникова, Анатолий Чикрыгин, Брянск. Городской дворец культуры железнодорожников готовится отметить 70-й день рождения. В этом году здание в стиле советского классицизма ждет капитальный ремонт. Преобразится концертный зал. Перед стартом работ специалисты проверили безопасность лебедок двух пятисот килограммовых люстр. Бывало у вас такое. Заходите в зрительный зал, поднимаете взгляд вверх и испытываете иррациональный страх. Напрасно. Одна такая люстра весит полтонны, но прочный трос лебедка надежно удерживает ее на потолке. Затейливый механизм регулярно проверяют на износ. Одна из люстр крепится прямо под этим участком. Сдвинуть ее с места в одиночку – никак. Специалисты работают в паре. Проводим диагностику лебедки, которая держит люстры освещения. Переживать не нужно. Она работает раз в три года и прослужит еще очень много времени. Пока инженеры проверяют металлические конструкции, сварные швы и возможные дефекты, сотрудники ДКЖД наводят красоту. Проверяют целостность ламп. На двух люстрах их 136. Раз в три года проходит такое испытание, мы пользуемся такой возможностью. Техперсонал удаляет, конечно же, пыль, грязь, которая накопилась за три года. Лебедка в 1955 году была издана и с тех пор исправно служит. В среднем техническая диагностика и косметические процедуры занимают от двух до двух с половиной часов. Итог – красивые переливающиеся люстры и заключение по результатам обследования. Гарант безопасности – нахождение в зрительном зале. Для себя мы поставили цель не только возродить лучшие традиции дворца, но и значительно их приумножить. И, конечно же, развитие культурно-массовой работы невозможно без укрепления материально-технической базы. Здесь мы находим всяческую поддержку от губернатора Брянской области, руководства города Брянска. В позапрошлом году был выполнен капитальный ремонт крыши. В этом году нам выделили денежные средства на капитальный ремонт фасада. Уже стартовали работы по полной замене канализации и систем водоснабжения. В мае дворцу исполнится 70 лет. Ремонт уникальному по своей архитектуре зданию необходим. Здесь появится новое театральное кресло, современный светодиодный кран 6х4. Будут выполнены другие работы. Александра Савельева, Сергей Севастьянов, Брянск. В Брянске на базе пожарно-спасательной части прошли соревнования по оперативной ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Состязались отдельные бригады спасателей. Игорь Дударев расскажет подробнее. Серьезное ДТП произошло на трассе. В машине оказались заблокированы два человека, состояние которых тяжелое. Вероятность выжить сводится к нулю, ведь разлившееся топливо загорелось. На счастье, это всего лишь легенда, по которой проходят соревнования. Пять команд, каждая из которых по прибытию на место аварии надо оценить ситуацию оперативно. Принять решения и необходимые меры для безопасного спасения жизней. Во время проведения соревнований участники не только проводили деблокирование пострадавших из пострадавшего автомобиля, но оказывали помощь и тушили условное возгорание. Судейская комиссия строго следила за правильностью выполнения всех необходимых этапов. За каждую ошибку и промедление участникам начислялись штрафные баллы. По итогам состязания в очередной раз победила команда пожарно-спасательной части номер 13 главного управления МЧС России по Брянской области. Игорь Дудрев при содействии в пресс-службу управления МЧС России по Брянской области. Будьте в курсе. Самые свежие и актуальные новости на нашем официальном сайте губерния.тв. Заходите и читайте прямо сейчас. В Брянской области 30 марта откроется охота на пернатую дичь. На набережной продолжается капитальный ремонт Спаса Покровской часовни. Брянский муниципальный приют за три года пристроил в добрые руки около 300 собак. Второе поражение подряд потерпели брянские динамовцы в группе «Серебро» первенства второй лиги. Стал известен список брянских дорог для капремонта в 2024 году. Прокуратура наказала строительную фирму за повреждение газопровода в одном из районов Брянска. 19 марта в Брянской области стартует региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года». В Брянске ведут работы по внедрению интеллектуальных транспортных систем. Брянский стрелок Александр Лубяный занял первое место на Кубке мэра Москвы. Еще больше интересных новостей на нашем официальном сайте губерния.тв. Брянские динамовцы потерпели уже второе подряд поражение в рамках чемпионата группы «Серебро» второй лиги. В очередном туре подопечный Александра Фомичева на выезде уступили Дзержинскому химику. В начале второго тайма «Сине-белые» первыми открыли счет в матче усилиями Владислава Драгунова. Но удержать преимущество нашей команде не удалось. Через 10 минут хозяева сравняли счет. Закрепил успех защитник химика Сергей Доронин. В штрафной площади Брянцев он оказался первым на мяче и переправил его в ворота. А в добавленное время клуб из Нижегородской области добыл перевес в два мяча. 3-1 итоговый счет. Хочется в первую очередь извиниться перед болельщиками за результат. Нужно продолжать дальше работать, исправлять ошибки. Бездоровная игра в нашем исполнении. Тут даже не то, что счет безвольная. Тем более знали, как команда играет, представляли, как команда играет. Счет закономерный. Повести 1-0 и так безвольно отдать. Просто не команда соперника выиграла, а мы сами проиграли. Сами отдали то, что надо было забирать. Брянский «Спартак» стал чемпионом России по мини-футболу среди девушек до 16 лет. Это первые золотые медали для команды. Юные футболистки провели шесть матчей на турнире в Нижнем Новгороде и не оставили шансов соперницам. 42 – разница забитых и пропущенных голов. Индивидуальных успехов добились Ульяна Голоколенова, ставшая лучшим бомбардиром первенства, и Светлана Киселева, которую признали лучшим нападающим. Болельщики, родители и руководство клуба торжественно встретили чемпионок на вокзале «Брянск-Орловский». К победе девушки этой возрастной группы шли более шести лет. Они станут примером для будущих одноклубниц системы «Спартака», в которую постоянно ведется набор юных футболисток. Крым с Россией навсегда. В Брянске работают сразу две выставки, объединяющие наш край с Южной Республикой. Они разместились во Дворце единоборств имени Артема Осипенко. Познакомилась с экспозициями наша съемочная группа. «Мой Крым. Моя Россия» – это около полусотни картин брянских авторов. Большую часть именитые художники создали в Крыму еще в 2018 году. Это был пленэр. Пленэр организовывался по линии Департамента культуры и по линии Департамента муфи-политики. Было у нас отправлено художников на это мероприятие. Пять человек – Мурашко, Фетисов, Решетнел, Борисенко и Вахненко Александр. Живописцы запечатлели весенний Крым, когда природа уже проснулась и поражает обилием красок. Море и берега, рассветы и закаты, бухты и суда произвели на художников неизгладимое впечатление. Показан пейзаж, который для художника необычный. И чем необычный? Потому что это средняя полоса России. И вдруг они казались на Черном море. Эту красоту, можно сказать, они видели впервые. И вот мы сегодня это видим на холстах наших авторов. А в центре экспозиции уже узнаваемый символ возвращения Крыма в российские пенаты. В 2018 году брянские художники увидели первый транспорт, запущенный по Молодому мосту. Не каждому еще удалось побывать на Крымском мосту, но благодаря брянскому художнику Борисенко эта возможность есть у каждого посетителя Дворца единоборств. Тут же несколько авторских открытий самого председателя Брянского союза художников. Это и Александр Невский с дружиной, иконные повозки у стен Свенского монастыря, и древнерусские ладьи с парусами. Галеры того периода, парусники. И сами по себе эти парусники-галеры, они уписываются в ландшафт моего материала, материала бересты. И вот я хотел совместить наш природный материал, папирус, береста, с черноморским таким пейзажем. Книги, посвященные истории Крыма, публицистику о современной жизни полуострова, фотографии Виктора Юхмана из коллекции «Крымские кружева» в дворец привезли сотрудники Тючевской библиотеки. Все эти материалы лишний раз показывают, что Крым наш родной, что он никогда не был чужим, что это часть России, что на протяжении столетий это всегда так было. Крым связан с нами своей культурой, своей литературой, всей своей историей. За Крым так много боролись и столько сложено там русских голов, обороняли Крым в разные времена. Гравюры из своих фондов предоставил еще и Краеведческий музей. Экспозиция рассказывает о брянцах, участниках Крымской войны, о русском, родном, нашем Крыме, что называется, со всех сторон. Светлана Дробкова, Дмитрий Матеров, Брянск. В Брянске продолжаются представления единственного в России цирка с жирафом. Жираф-шоу. Высота африканского гиганта 7 метров. А еще на представлении можно увидеть джигитов на коне, коз и настоящих хищников, львов и тигров. До начала представления больше получаса, а в фойе брянского цирка сотни людей. Пришли семьями, друзьями и, конечно, с детьми. На руках у каждого по несколько билетов. Главный герой шоу – жираф-багир. Его высота 7 метров. Это единственный в России цирк с этим удивительным животным. Кульминация номер «Поцелуй с жирафом». А еще Багир – любитель делать мужские прически. Ну, он такой высокий, он хорошенький, добрый. Каково было видеть жирафа в первом ряду так близко? Ну, это было страшно чуть-чуть, потому что он так наклоняется, такое величественное животное. Дрессированного жирафа мы еще не видели, не слышали. И было интересно на него посмотреть с первого ряда, вблизи. Вот это мы, в принципе, наверное, жирафа не видели. Мне больше всего понравилась балерина и жираф. Жирафа я никогда не видела, и у него очень длинная шея. Мне понравился жираф, я их очень люблю. Делал поцелуи, это было очень мило. Удивили брянского зрителя и хищники. Редкие в природе белый тигр и лев сегодня вместе с жирафшоу приехали в наш город. Помимо этих двух выступают в номере еще и золотые полосатые кошки. Тигры мне понравились, потому что они очень хорошо ползают на мячике, они прыгают очень хорошо. Выходил шираф, он там прям такой прикольный, милый, красивый. И когда еще козы выходили, они так прям послушно себя вели. Представлены хищники, которые никогда не соединялись в природе. Совершенно разные части нашей огромной, даже земного шара. Это будут генгальские белые тигры и золотые тигры. Это лев алжирский, который приехал из настоящей Африки. Это настоящий цирк. Сегодня приглашены 25 детей из брянского филиала Всероссийского общества слепых. У нас будет спектакль с тихлокомментированием. Генеральный директор компании Сергей Григорьевич Беляков уделяет очень большое внимание именно социальному развитию компании. Поэтому, как могли уже заметить, наши посетители у нас часто проходят спектакли для участников СВО, для благотворительных фондов. Увидеть зрелищное шоу можно до 14 апреля. Армен Марукян, Павел Подобаев, Брянск. В Брянскую область пришла климатическая весна. Зимние морозы остались позади. Световой день прибавляется, настроение улучшается не только у людей, но и у постояльцев Брянского зоопарка. Что общего у золотого карпа и альпаки Барни? И тот, и другой – рыбка. Только один биологическая, а второй – зодиакальная. Свой шестой день рождения отмечает наш красавчик альпака Барни. Для этого мы приготовили вот такой вот вкусный тортик овощной. Каким он был, когда приехал только? Он был маленьким. Вы знаете, мы еще соски его подкармливали. Ему был только второй месяц. А сейчас он какой он уже возмужалый, красавец, мужчина, мачо. Барни, можно сказать, ветеран Брянского зоопарка. Его густая шоколадная шуба – не только завидный аксессуар, но и надежная защита от морозов. Другие постояльцы не могут похвастаться такой же. Зимовка была, конечно, непростой. Было очень много снега. Животные перенесли хорошо. Больше досталось сотрудникам зоопарка, которые вели борьбу со снегом. Вот. Ну, а животные справились зимой отлично. А ты держи. Держи, держи, держи. Питательный зимний рацион сменяет разнообразный и богатый на витамины летний. Если барни – ветеран Брянского зоопарка, малыши – доли и снежок в дружной семье недавно. Сухари и сладкая морковь им по вкусу больше, чем сено. С наступлением весны у животных появилось настроение так же, как у людей. Они стали более активными. У птиц начинается период ухаживания. Не так часто можно увидеть павлика с распущенным хвостом. Это значит, что нужно поторопиться, правильно, посетителям, которые хотят? Конечно, да. Приглашаем увидеть брачные танцы павлинов. А еще совсем скоро посетители смогут познакомиться с самыми маленькими подопечными зоопарка. У дикобразов Нюша и Тупы двойня. Имена для малышей традиционно выберут посетители в группе «Зоопарка ВКонтакте». Александра Савельева, Виктор Левченков, Брянск. Это была последняя информация выпуска. Всего доброго и до новых встреч в эфире.